Всем привет! С вами Мастер-класс! Сегодня у меня в гостях мастер стринг-арт Диана Киселёва. Мы попробуем научить и вас этой новой интересной технике и сделаем картину сердца. Здравствуйте, Диана! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что вообще такое стринг-арт? Стринг-арт в переводе с английского языка — это искусство нити и подразумевает собой создание рисунка на основе с помощью гвоздей и ниток. Ну, я догадываюсь, что, скорее всего, нам понадобятся гвозди и, вероятно, нитки. Может быть, что-то ещё? Да, молоток, сама основа, на которой делается рисунок, вспомогательное приспособление, как плоскогубцы, ножнички, само дерево и трафарет. И с чего начнём работу? Естественно, первое — то, что мы выбираем, на чём мы будем делать свою работу. Это могут быть разные породы древесины или фанера. А имеет значение, какая порода древесины, фанера? Как это вообще сказывается? На самом деле оно зависит от вашего бюджета и от вашей способностей. Допустим, такие как дуб. Он более твёрдый и на нём тяжелее работать. Если первоначально человек начинает работать, я рекомендую взять какую-нибудь сосну или ёлку. Она мягкая, удобная, недорогая. Её можно приобрести в любом строительном гипермаркете или сделай сам. Берётся сама заготовка и вырезается необходимым размером. Допустим, под наше сердце нам необходимо было 20 на 20 сантиметров. Вырезается, обрабатывается она. Каким образом обрабатывается? Хорошо. Вышлифовываем её, убираем все неровности. Потом мы покрываем морилкой или краской, эмалью, лаком. Кто как хочет, маслом. Хорошо, тогда основу мы выбрали, покрыли её. Покрыли, закрепили лаком и получилась наша основа. Затем мы берём трафарет. Можно его просто распечатать дома на обычном принтере, они вполне достаточно. Первоначально я рекомендую взять трафарет, взять маркер и примерно обозначить, где планируется забиваться гвозди. Расстояние брать среднее, то есть где-то около 5-7 миллиметров, чтобы наш рисунок был цельный и полностью заполненный. Располагаете маркером, где будут гвозди. Затем основу вырезаете. Можно взять копирку, можно взять бумажный скотч и приклеивается к основе. Это если скотчем, если копиркой, то, понятно, сердечко обводится. И тогда уже на основе разметить расположение гвоздей. Затем первые разы я бы советовала взять небольшие плоскогубцы и уже удерживая ими гвоздик, забивать на необходимую глубину. Насколько глубоко забивать? Допустим, я использую гвозди 1,2 на 20 и где-то 10,5-10 миллиметров я забиваю, чтобы гвоздик держался и не выпал. Потому что, когда мы ниточку натягиваем, создается напряжение, чтобы было крепко, надежно. Получается у нас вот такое вот сердечко для намотки. И уже можно приступать к самой намотке. Давайте. Берем нитки. Я взяла белые. Они хлопчатобумажные. Начинать можно с любыми. Даже если у вас дома нет нитки, можете взять швейные. Но, честно скажу, они недолговечны, как и любая партнерская, скажет, что они со временем теряют цвет. Итак, начинаем наматывать. Да. Берем ниточку и завязываем узелок. Проверяем, чтобы он крепко держался. Как я и говорила, существует несколько способов разных намотки. Я покажу самую простую, которую сможет осилить даже ребенок. Ну, кому же будет интересно, сам будет исследовать вопрос. Да, на самом деле даже стиль намотки это как почерк. Когда у каждого человека он свой. Я встречала разных мастеров, которые забивали гвозди настолько плотно, чтобы между ними вот только проходила ниточка. И они вот идеально ровно делали такие линии деканали. То есть они хаотичны. Ну, если подальше чуть-чуть расположены гвозди, то так проще наматывать, да? Ну, да, проще, но при этом вы должны учитывать, если большое расстояние, значит у вас будет неплотная намотка. Или вам необходимо будет очень долго и упорно мотать. Ну, давайте начинать. Я предлагаю начинать с того, чтобы обводить контур рисунка. То есть такой, скажем так, восьмерочкой. Допустим, мне так проще. Я тогда вижу площадь, которую необходимо намотать ниткой. Ну, и окантовка, она, на мой взгляд, выглядит лучше. Плотно вообще нужно наматывать, сколько уйдет ниток на наше сердечко? Весь клубок? Нет, на это сердечко весь клубок не уйдет. Допустим, как на фотографии представленном у вас на экране, здесь не очень плотная намотка сделана, хаотичная. То есть здесь, допустим, я мотаю не систематично, чтобы создать такую иллюзию небрежности, какого-то хаоса, но при этом, чтобы оно смотрелось. Вообще, какие-то советы вы можете дать по тому, как наматывать, чтобы это не выглядело неаккуратно, как путаница какая-то? На самом деле, это как бы и выглядит как путаница. И на первый взгляд, когда люди видят более сложные работы, они говорят, ой, я это могу сделать сам, тут же ничего сложного. Но всегда необходимо учитывать, что чем больше работа, тем больше разного цвета ниток вы используете. Надо необходимо учитывать, как их разместить, чтобы оно было сбалансировано, чтобы цвета не кричали, и чтобы это не казалось, грубо говоря, пляшивым. Допустим, сердечко, оно выглядит красиво, хоть у него есть какие-то такие пробелы, но оно как будто так и надо, так и запланировано. А согласитесь, если вы увидите там большую работу, карту мира или репродукцию, и будет так же намотано, то оно будет смотреться ненастоящим или очень так неаккуратно сделанным. То есть там уже захочется, чтобы ниточка была более плотно намотана. Сколько раз примерно за каждый гвоздик, не знаю, надо зацепить, например, ниточку два раза, три раза, чтобы надеяться? Я предполагаю, раза три не будет достаточно. Ну, с другой стороны, когда человек учится, в данном случае, я думаю, это будет метод проб и ошибок, когда он видит то, как ему нравится, и то, как он это видит, как он считает это красиво. Потому что я знаю, есть многие мастера, которые даже крупные, большие работы, такие как портреты, они делают с очень слабой намоткой, но при этом это смотрится очень красиво. Хоть она и просвечивается, но оно так все сбалансировано. И виден и человек, и видна структура дерева, поэтому надо пробовать. В самом конце я предлагаю обводить контур рисунка, чтобы он смотрелся более законченным и гармоничным. То есть, так же, как мы начинали такой змейкой, обводим. Кое-где необходимо ниточку переплетать, чтобы она сохраняла свое направление. Через один вы, получается, обвязываете его по кругу, да? Честно я скажу, в последнее время я даже не замечаю, после чего я обвязываю или обматываю. Это настолько уже стало подсознательным, что когда вот видишь в целом, да. Но просто чтобы когда обматываете, вы смотрите, чтобы у вас получалась такая как восьмерочка, она к такой бесконечности. Тогда, если он получается, все в порядке, вы правильно направили ниточку. Обводим два раза? Нет, один раз. Просто один раз в одну сторону, в другую раз в другую. То есть у нас получилось. Вот мы закончили обматывали ниточку. То есть у нас остался кончик от того, когда мы начинали. И сейчас берем ножницы, обрезаем. И хорошенько закрепляем. Обрезаем. Все. Та-дам! Наше сердечко готово. Отлично получилось. Мне кажется, не знаю. Мне кажется, довольно просто это сделать. В принципе, такая работа, которая делается одним цветом и несложная форма. Да. Для начинающего, мне кажется, любой человек может попытаться это повторить. Сложнее с деревом справиться, даже чем с самой намоткой. Вот видите, какое у нас получилось сердце. Совсем несложно было его сделать. Получается красиво и необычно. Будет здорово смотреться на стенки у вас дома или в модном лофте вашего друга. А еще можно подарить такое сердечко, вот не забудьте на День Святого Валентина, отличная идея, какому-нибудь молодому человеку или девушке, с которым у вас все сложно. Такой получится изящный намек на запутанные отношения. Если вы тоже можете что-то сделать здорово своими руками, отлично, присылайте нам свои видеоролики или слайдшоу с фотографий на электронный ящик mksobachka.sb.by или предлагайте в новостях группы SB Беларусь сегодня ВКонтакте. Спасибо вам, Диана, что пришли, что показали, как сделать такую отличную красивую работу. Творите, дорогие друзья. Поменьше вам путаницы в мыслях и сердцах. Смотрите мастер-класс. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!